всем привет с вами марк и в этом видео мы будем чинить macbook pro 13 ми 2017 года был залитый соком 13-дюймовая модель цвет получается просто грей у нас а 1708 модель без тач пара и так приступим к ее разбору вот он наш компьютер ну естественно в новых моделей яблочко уже не светится как предыдущих кнопочки у нас не хрустят уже хорошо наверное скорее всего на дисплей и вовнутрь зашла жидкость либо в область трекпада визуально не видно никаких потеков никаких залитости возможно их просто вы вытерли компьютер хорошенько их нету наверное приступим к разбору так чтобы снять вот эту крышку вам понадобится вот такая вот липучка пластиковая карточка либо кусочек вырезанные от пластиковой бутылки тоже подойдет также подойдет спуджа берем вот сюда за середину лепим липучку и просто вверх ее приподнимаем вставляем вот так пластиковую карточку вот и все и ведем мою по краям вот здесь посередине есть такие замочки они должны отстегнуться как клипса вот раз а теперь с той стороны туда тоже ведем должен такой быть хоп в 2 снова застегнулся нет все теперь надо будет на себя просто сдвигать вот эту рамочку на так в эту сторону с этой стороны сдвинуть и с этой аккуратненько вот так вот новых моделях принцип открытия нам усложнили сдвигаем так после разворачиваем сюда и нам надо отсюда падить из середины части аккуратно клипсы хоп отстегнуть все вот она наша рамочка вот эти средние клипсы чтобы они тоже отщелкнулись сняли вот тут как вы заметите видите следы потеки сока еще даже но на особо не высохли давайте пройдемся по нему здесь у нас датчик красненький здесь красненький в общем наш сок побывал везде здесь красненький раз посмотрим вот вот последствия залития то есть здесь тоже видите здесь уже позеленело здесь позеленим в этих частях mosfet и питания процессора тоже все позеленим тут в общем достаточно ему досталось все теперь первую очередь нам надо будет отстегнуть шлиф батареи вот так же надо будет затем отстегнуть шлиф нашего форс тача любые операции с компьютером на отстегнутом шлифе батареи так если у нас здесь поднять видите здесь тоже сил позеленело батареи разъединена с платы вот теперь можно спокойно разбирать все остальное плату надо будет вынимать и и мыть вот забыл сказать далее просто берем т5 и отверткой т5 откручиваем все остальное надо будет открыть видность устать вот и разные поэтому сразу делайте составляйте карту что откуда вы выкрутили потом не запутаться шлифы очень хрупкие очень нежные поэтому либо пластиком либо аккуратно ногтям так ну вот форстать тут тоже обгорел выгорел прям разъем оплавился вот этот шлейф форс тачи надо будет менять под этой штукой у нас тоже есть винт который надо будет снять снимаем вот эту это у нас шлейф батареи здесь масса батареи прикручивается на вот этот винт вот его тоже выкручиваем и снимаем смотрите еще сейчас хочу вам кое-что показать видите форстать жидкость попала и разбомбила и коннектор и шлейф видите как оплавилась то есть вот это под замену и шлейф который идущий от форстать его тоже под замену уже нам надо будет вот эти штуки тоже снять перегородочки с этой и с этой стороны здесь чтобы выкрутить отсюда винт держащий радиатор вот так же нам надо будет выкрутить вот эти винты и души от шлейфа дисплея очень аккуратно отстегнуть наш коннектор 2016 году и также как 2017 года в 13 дюймовой модели без тач-бара стоит еще съемный ssd на 128 гигабайт но в остальных 15 дюймов все в понятно идет так что если у вас тринажка то можно увеличить память и если с памятью что-то случится можно всегда ее заменить вот хоть это радует после того как мы все освободили переходим уже к дисплею берем отвертку т4 накручиваем перегородки шлейфа дисплея тут тут здесь тоже винты немножко отличаются здесь получается идут маленькие здесь удлиненные вот эта часть тоже следует выкрутить тоже т4 потому что здесь у нас прячется один вин держащий радиатор аккуратно выкручиваем поднимаем за нас радиатор аккуратненько аккуратный вай-фай медаль сдвигаем в сторону и вот она пошла нашу плату мы ее выкрутили нижнюю часть от воды но тоже частично пострадала вот теперь прежде чем мыть нашу плату надо будет тоже радиатор снять снять вот эти куда только радиатор снять в основном недостаточно сделать фотографии карту где у нас были залитости где у нас коррозию покрытием далее берем т5 и выкручиваем винты чтобы снять радиатор все вроде компьютер семнадцатого года термопаста у него уже выработалась то есть пересохла совсем ну вот смотрите прям уж прям все выкипела наша термопаста эта сторона платы прям совсем повреждена тут под каждым шим контроллером под каждым резистором находится окись вот ну что интересно в сам процессор сюда она жидкость не затекла и он стоит под таким серьезным компаундом защищен ну конечно разъем трекпада прострадал тут всю поверхность надо будет аккуратно замывать так все я зачистил кристалл радиатор нашел могу вот теперь это плата ну тут эта поверхность она практически вся повреждена то есть что мы делаем мы сперва и и моем потом смотрим по микроскопу уже сгоревшие элементы после чего на сделанные фотографии ну то есть где у меня в некоторым отмечено здесь все надо здесь добавляем получается наш флюс и пропаиваем вот эти места где находим где у нас отгнившие дорожки в либо контакты вот чуть было не забыл мы будем вот соленство плюс специально от молочная жидкость раз именно ее используем во всех шлейф дисплея наверно тоже надо будет снять он не мешал прямо легко очень можно повредить с обратной стороны у нас на т4 прикручивать берем выкручиваем и снимаем все ну а теперь можно смело про плату отправлять в общем по нашему компьютеру без тачбара 13 дюймового 1708 ждем от владелицы когда она даст на добро батарея там защиты клавиатура там тоже трекпад тоже надо будет менять потому что он залит сильный в общем целиком корпус на нем надо будет менять плата там ожила на после мытья пришла в себя вот ну соответственно менять разъем трекпада а я вас хочу порадовать разбором на этого видео пока не решает как решат мы все сделаем я сниму ремонт уже потом когда утвердят оплатят и уже соберу этот компьютер вот ну и пока на этом все вот но также я вас хочу порадовать что будет еще один разбор 1706 2016 года с тачбаром вот если вам понравилось это видео ставьте лайки оставляйте комментарии если у вас есть вопросы я на них отвечу пока пока до следующего видео